Форум Хаус запускает новый проект. Всего за три недели мы построим одноэтажный каркасный дом для семьи. Не верите? Мы покажем все этапы строительства и разберем ошибки самостройщиков для того, чтобы каждый смог сам повторить наш эксперимент своими руками. Сегодня мы расскажем о мембранах, важном элементе в каркасном доме. Начнем с конструкции стен. В качестве ветрозащиты у нас идет ветрозащитная мембрана типа А. Она, судя по ее названию, предохраняет утеплитель от выдувания и предохраняет его от попадания внутрь утеплителя влаги. Также эта мембрана является паропроницаемой. Она способствует выведению пара через толщу стены, соответственно, через эту мембрану в вензазор, и дальше там на улицу. Мембрана монтируется, как правило, если она маркирована, то надписями она монтируется наружу. Как правило, вообще все мембраны монтируются так, как они намотаны в рулоне. То есть не нужно ничего для этого монтажа изгаляться, переворачивать ее и так далее. То есть, как правило, как намотана, так и раскатывается. Минимальный нахлёст это 15 сантиметров, и на большинстве мембран, как правило, отбита сигнальная полоса. Этот нахлёст, он нарисован. То есть по вот этим полоскам легко производить правильный монтаж. У нас этот нахлёст больше, потому что у нас высота стены меньше, чем ширина двух рулонов. То есть для того, чтобы лишнее не резать, мы просто делаем больший нахлёст. Мембрана крепится к стойкам каркаса, степлером. С помощью обычных скобы мы используем длиной 8 миллиметров. Внутри по обшивке ОСП будет потом смонтирована пароизоляция. Она защищает смысл пароизоляции, ну, во-первых, предотвращение проникновения паров в толщу стены, а также она защищает еще внутренние помещения от вредных веществ, которые находятся в составе ОСП и утеплителя. После монтажа ОСП листы необходимо закрыть пароизоляцией с проклейкой швов. Это необходимо для того, чтобы уменьшить поступление паров в толщу стены и также закрыть ОСП, так как он изготавливается с применением фромальдегидных смол, изолировать все вредные вещества, которые находятся в ОСП и утеплителе от климата внутри помещения. Шьем ОСП на гвозди. Шаг крепежа у нас по краю листа 15 сантиметров, в середине листа 30 сантиметров. Сейчас мы будем зашивать внутреннюю перегородку, ей тоже нужно придать жесткость, так как она является несущей, на нее опирается коньковый прогон. Между листами ОСП оставляется деформационный шов равный 2-3 миллиметров. Как правило, мы бьем эти листы через гвоздь. Следующий этап – это утепление. Утепление здесь будет производиться снаружи, так как стены изнутри зашиты. Утепляем снаружи. Дом одноэтажный, трудности это не представляет. В качестве пароизоляции у нас используется универсальная гидропароизоляция тип D. Она еще по-другому называется мешковина. Крепится это все на степлер, на скобы. Отверстия от скоб желательно при монтаже пароизоляции проклеить скотчем впоследствии. Нахлест стандартный, то есть от 15 сантиметров. Нахлест пароизоляции проклеиваются на двухсторонний скотч. Какие типы мембран существуют и как не ошибиться в выборе? Спросим у специалистов. Пароизоляция необходима для отвода с внутренней стороны жилья пара, а также с внешней стороны защиты от влаги. В жилье скапливается большое количество влаги. Для защиты несущего каркаса деревянного дома необходимо использовать мембрану типа B. Она прекрасно пропускает влагу, но задерживает пар. Это необходимо для того, чтобы влага не портила каркас, чтобы не появлялся грибок и, соответственно, каркас дома не разрушился. Также, если каркас металлический, пароизоляция препятствует образованию ржавчины, что также сохраняет на долгое время каркас здания. Мембрана B, она пропускает пар, но не пропускает влагу. Мембрана типа А не пропускает влагу, но пропускает пар. При монтаже, в первую очередь, необходимо прочитать инструкцию, знать размеры здания, правильно раскроить материал. Для этого необходимо, чтобы у вас был степлер, которым будет крепиться материал непосредственно к зданию. Необходимы ножницы, необходима рулетка. Необходима специальная лента для проклейки швов мембраны. В основном, все мембраны, которые сейчас находятся на рынке, они зарекомендовали себя хорошо. В составе присутствует спанбот. Это внешняя сторона и внутренняя сторона – это пленка. Следует обратить внимание на качество самого вот этого внешнего материала, как он сделан. Мембраны среднего ценового сегмента будет достаточно для дома сезонного проживания. Мембрану для кровли следует использовать класса АМ. Она прекрасно пропускает пар и не дает влаге проникнуть внутрь теплоизоляции. Для защиты подкровельного пространства от влаги с внешней стороны, а также ветра, используется мембрана типа АМ. Она прекрасно защищает от влаги, имеет высокую прочность. Мембрана типа Д используется для полов, используется для стяжек, для защиты от влаги с нижней стороны. Очень часто в дачном строительстве используется неутепленная кровля. Для защиты от влаги неутепленной кровли используется мембрана типа Д. Она также прекрасно защищает от влаги. Мы уже упоминали о монтаже мембран на кровли в одном из прошлых роликов. Теперь разберемся подробнее. Сейчас идет монтаж пароизоляции. В качестве пароизоляции мы используем универсальную гидропароизоляцию, так называемую мешковину. Отличительная особенность вот этой пароизоляции то, что она имеет встроенную ленту для склеивания. То есть при монтаже рулонов ее использование скотча не нужно. Он уже там есть. Крепится пароизоляция на степлер, на скобы обычным степлером ручным. Потом все скобы нужно проклеить скотчем для полной герметичности. Так как мы монтируем пароизоляцию до монтажа утеплителя, этот способ действует только в хорошую погоду. Сейчас погода хорошая. Мы знаем то, что мы успеем. То, что утеплить крышу нас много. Утеплитель не замочит никакими осадками. Мы сделаем это сегодня. То есть мы сделаем и пароизоляцию, и утепление, и сверху мембраной накроем сегодня. То есть подготовим под монтаж металлочерепицы за сегодня. Завтра мы уже накроем крышу, и осадки нам не страшны. На кровле точно так же изнутри у нас смонтирована пароизоляция. Она у нас служит и для поддержания утеплителя. Сверху еще по этой пароизоляции у нас смонтирована обрешетка. Смысл этой обрешетки – это крепление внутренней отделки к ней происходит. И также эта обрешетка поддерживает у нас утеплитель, который вложен между стропилами. Потом сверху утеплителя в кровлю у нас идет специальная ветровлагозащитная подкровельная мембрана. Ну и остальное я уже рассказывал. То есть там вентозазор, обрешетка и кровельный материал. Вот эта подкровельная мембрана, она служит и для вывода пара из утеплителя, который по каким-то причинам может быть через какие-то монтажные отверстия проникает все-таки в утеплитель. Через эту мембрану он выводится наружу в вентозазор, а также эта мембрана еще отсекает. На металлочерепице образуется конденсат. Этот конденсат, возможно, где-то подкапывает. Вот эта мембрана, она не дает замачиваться утеплителю, и по этой мембране она отводит воду за пределы кровли. Если эти мембраны перепутать местами, если поставить пароизоляцию на наружные стены, то пар, который находится в толще стены, не будет выводиться на улицу, будет скапливаться в стене. И будет конденсироваться, но это чревато гнилями, плесенями и так далее. В первую очередь уменьшение срока службы каркаса, намокание утеплителя – это увеличение теплопроводности, снижение теплосберегающих его свойств. Дом будет служить, да, не так долго, ну, да, и будет гнить, плесневить и так далее. В следующем ролике покажем, как правильно утеплять дом. Следите за нашей историей. Субтитры создавал DimaTorzok